Привет всем, дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я вам хочу показать мои последние покупочки. Вы видите это все здесь, на моем столе. Я хочу подробно рассказать о кое-каких палетках, которые я купила в последнее время. И прежде чем начинать мой разговор, и чтобы не было вам скучно со мной, возьмите себе тоже чашечку кофе. Ну что ж, давайте будем начинать. И начну я, пожалуй, с замечательной палетки от бренда Too Faced. Покупала я эту палетку со скидкой минус 30% в магазине Sephora, который находится в моем городе. И, конечно же, сделать попытку опять что-то купить в магазине Sephora в моем городе, для меня это было немножко тяжеловато. Но когда я увидела вот эту замечательную палитру, а запах... запах-то какой! Киндер-сюрприз! Вообще супер! То есть молочный шоколад. Очень приятный аромат, очень красивая упаковка. Это очень красивая упаковка. И, в общем-то, я, несмотря на это, все, что мне там не нравится в магазине Sephora, я все-таки купила. Пришлось, конечно, выпрашивать пробники в магазине. Но выбросила, дали мне три несчастных пробничка. Ну, хорошо, что и это дали. И прислали мне, значит, сундаджо, то есть сделать отзыв про сервис, про покупку в магазине Sephora. То есть сайт Sephora мне прислали на мою электронную почту, то есть запрос, чтобы я сделала отзыв. И, в общем-то, я сделала отзыв тот, который уже давным-давно собиралась сделать. Это негативный отзыв, потому что я давно уже ничего не покупаю в моем городе в магазине Sephora, потому что там очень плохой сервис. Поменялись девушки, поменялись продавцы, приходят и уходят новые. Неразбериха, а есть одна такая старая пигалица, извините за выражение, но очень негативный человек, очень фальшивый человек. И я просто не захожу, когда она в магазине, когда ее смена. Ну что же уж тут поделать. Купила я все-таки вот эту палетку. Смирилась я с тем, что она в тот момент была в магазине, потому что мне очень хотелось палетку от Too Faced. А еще вдобавок я имею тушь и праймер для... праймер под тени. В общем-то, вместе с этой палеткой в наборе было это все. И поэтому я купила, потому что цена была действительно очень выгодной. И несмотря на негативную комессу, которая есть в магазине Sephora, я решила все-таки еще раз зайти, побороть как бы вот этот свой какой-то принцип, наверное, да. То есть я как подумала, думаю, почему я не должна заходить, даже если ее смена. Даже если она мне не нравится, игнорируй, не смотри на нее. Отвлекай взгляд на то, что тебе нужно в этом магазине. И привлекай к себе вот этих молодых стажерок, молодых девушек. Потому что среди них нашлась действительно очень хорошая, приятная девушка. Я уверена, что она стажируется, но она мне очень понравилась. Я попросила, чтобы она мне показала вот эту замечательную палетку от бренда Mark Jacobs. Конечно же, я не могу не показать вам, как открывается вот эта палетка. Потому что она сделана типа какого-то футляра для бижутерии, для какого-то дорогого браслета. Смотрите, здесь вот такая вот кнопочка. Я нажимаю, вот это вот все открывается. Здесь есть фольюди пеучи, то есть листочек пеучи. Довольно-таки жесткий этот листочек. Я его откладываю. В общем-то, и вот такие вот цвета. Там, конечно, зеркало, но что же поделать. Смотрите, не смотрите на зеркало, смотрите на цвета красивые, да. Такие натуральные. Мне они подошли. Вчера я делала макияж. Вот этой палеточкой пробовала и должна признаться, что мне понравилось, как растушевываются, очень легко растушевываются тени. И цветовая гамма подходит для моих кара зеленых глаз. Мои глаза карые, но уходят в зелень. Вот такие вот, не в коричневый цвет, а в зеленый цвет. И вот такая вот коробочка. Хочу показать вам коробочки этой палетки. Вы прочитаете, как называется эта палетка. Вообще рекомендую. Я как-то сомневалась купить вот эту палетку, но когда мне показали в магазине ее, я не могла не купить ее. Из-за пекинджа этой упаковки тестера, конечно же, не было в магазине. Мне пришлось идти на страх и риск купить. Я все-таки купила и не жалею, потому что вот такую красоту очень удобно брать с собой косметичку. И можете сделать дневной и вечерний макияж вот этими тенями. Вот такой вот тон. Это у нас номер 16. Были вот такие вот упаковочки. Это второй тон номер 09. Светлый мой цвет. А вот этот номер 16 я купила для контуринга, чтобы сразу тональной пудрой сделать контуринг. Ну, конечно, матирует очень хорошо. Я уже пробовала, я очень довольна. Хочу найти здесь русский язык или украинский. Компактная тональная пудра. Вот. На минеральной основе. Матовое покрытие. И стойкий. Да. Тональное покрытие. Действительно, минеральное покрытие мне надо, потому что, когда я пользуюсь тональными кремами, то есть у меня потом прыщи выскакивают, особенно летом. Я решила проэкспериментировать, купить вот эту тональную основу в магазине Кико. Очень тонкий помол. Мне очень нравится. Так, я вам не показала номер 9. Сейчас я вам покажу, как оформление. Здесь вот спонжик и зеркальце. В общем. И вот такой вот тон. Что сказать? Сказать, что действительно долго держится, матирует очень хорошо. У меня через 2-3 часа немножечко начинает блестеть зона Т. Можно подправить без проблем. Мне ее можно применять вместо тонального крема. То есть вот сейчас летом. Потому что действительно она мне лучше подходит. Моей коже комфортно. Моя кожа дышит. Не так сильно сбивается пор. Я уже несколько дней пробую. И я осталась довольной. И хочу сказать, что может быть я еще себе прикуплю под запас. Если еще будут тона. Потому что на хорошие вещи надо делать запас. Потому что потом вы не найдете. А если вам уж сильно понравится, точно не найдете. Всего лишь 4 евро я заплатила за одну. Когда я покупала палетку от Марк Джакобс в магазине Сеффора. Вот эта замечательная, приятная, вежливая девушка. Мне дала в подарок 10 мл. Леди Миллион Паку Рабане парфюм. И вот такой вот крем 5 мл. Вот такой вот кремик. Буду пробовать. У меня... Ой, упала. Ну пусть лежит. Здесь появился прыщик. То есть забилась пора. И вышел такой прыщара. Я, значит, делала маску. Потом оттуда выходила вода. Я взяла вот этот крем. И немножко так вот приложила. И успокаивающий крем с Амазонки. Центелла тигрова трава. Это на болгарском перевод, на русском нет. Но я поняла, о чём идёт речь. В общем, на итальянском... Крема линитива аллерба ди тигре. То есть крем с тигровой травы или трава тигра. В общем, непонятно. Сегодня я получила посылку от Сеффора. Я показывала Инстаграме распаковку. Кого интересует, следите. Вот такие упаковки присылает Сеффора. Вот такую бумажку кладут. Они кладут в таких пакетах от Сеффора. И вот как вот это вот всё здесь выглядит. Есть одно разочарование. Палетка от Тарте. От Тарт. Тарте. Была в ужасном состоянии. Но я связалась с Сеффорой. И я буду её обратно отправлять. Но всё же, перед тем, как отправить, вам покажу эту красивую упаковку. Как это всё выглядит. Надо мне, конечно же, осторожно это всё открывать. Наверное, я сделаю это в конце видео, потому что у меня останутся пальцы в тенях. Так. Прежде чем продолжить видео, хочу показать, что мне прислали в виде пробника. Это тональная крема. Потом. А, это у меня ещё. Такое вот от Estee Lauder. Хорошо. Так, у меня есть такая палеточка Кока Кунтуринг. Чтобы делать кунтуринг. Я давно себе хотела какую-то палетку. И вот она. То есть, есть вот такой буклетик. В этом буклетике инструкция. Я ещё не пробовала эту палеточку. Хотела прежде снять видео. Вот. Так. Потом я хочу вам показать вот эту замечательную палеточку. Компактная, маленькая. Вот. Так. Смотрите. Здесь ещё есть листочек пеучий. Кисточка. В общем, в принципе, это она хорошая. И хайлайвер есть один. Вот он здесь. Упс. Упс. Вот здесь вот. Вот он хайлайвер. Хотела себе покупать какой-то один хайлайвер. Но, думаю, не буду покупать. Потому что здесь уже здесь. И мне хватит этого надолго. Так что этой палеткой я довольна. Ещё я купила себе Natural Lust Палетка от Too Faced. Здесь тоже есть буклетик. Пришло мне немножко помятая вот эта вот верхняя упаковка. Коробка, картонка. Немножко угол примятый. Я боялась, что палетка тоже будет примятая, так как она сделана из твёрдой бумаги. Я, конечно, не снимаю макияж, не снимаю видео про косметику, но я начну делать бьюти видео. Вот такой буклетик в этой палетке был. Такой. Покажу вам. Всё. Здесь всё есть как надо. И вот она, эта замечательная палетка. Очень красивая. Шикарная. И сегодня я накрасилась вот этой палеткой. В камере так не передаются. Глаза очень хорошо выражает вот эта палетка цвет моих глаз. Вот таких коричнево-зелёных глаз. Очень мне понравилось. Можно вот это вот зеркало, да. Вот она может упасть. Смотрите, какие цвета. Я бы сказала, что пигментация 70% некоторые цвета. Но мне нравятся вот такие вот спокойные, пигментации спокойные, потому что у меня есть уже вот эта палетка от Too Faced Chocolate Gold. Там такая серьёзная пигментация. Потом Tarte мне пришлют. Там тоже серьёзные такие насыщенные цвета. И надо вот кое-что такое спокойненькое. сегодня я какие цвета я сегодня значит брала из этой какими цветами я красилась. В общем, сначала вот этим, потом здесь вот подчёркивала вот этим цветом. Сначала вот этим полностью на весь глаз. Может быть когда-то я научусь как правильно говорить в бьюти видео. вот этот потом здесь я в уголках подкрашивала каким же цветом сейчас скажу ага вот этим он такой практически прозрачный только даёт такой лёгкий блеск как хайлайдер да и на подвижное веко вот здесь я красилась вот этим видите не такие тёмные и не такие прям выразительные вульгарные глаза а на каждый день я считаю эта палетка идеальна растушевываются хорошо особенно вот этот цвет растушевался шикарно в общем все они передаются очень хорошо кисточкой рисовалась а пальцем ещё лучше будет если надо можно это всё подправить спонжиками и так далее ну в общем там уже технические разговоры сейчас мы об этом говорить не будем вот такая вот красивая у меня палеточка и всё да на этом я буду заканчивать но прежде чем закончить вот это видео всё-таки давайте посмотрим и взглянём на вот эту палеточку так жалко что она разваленная знаете вот смотрите как-то всё пришло видите всё в тенях посыпанное смотрите смотрите боже мой я даже не знаю как вам показывать я же её не должна уронить потому что надо её возвращать меня попросили вернуть так как она и смотреть это ужас это ужас единственное что здесь очень-очень привлекает глаз и красиво это игривая упаковка этой палетки смотрите водичка играть можно этой палеткой ну вот смотрите открываем не пугайтесь не пугайтесь так вот видите что произошло видите все тени по всех тенях развалилась вот это вот видите какая она разбитая зачем мне это надо я не могу даже свочи делать но зачем мне оно надо я в общем отправлю обратно пусть они себе там сами разбираются я могу пойти магазин купить она пока еще есть в магазине чтобы не париться или просто пусть они мне присылают другую но я уже боюсь чтобы она опять не развалилась видимо она такая деликатная но если она такая деликатная вопрос она вам нужна или я себе задам вопрос она мне нужна если я буду брать с собой в дороге дать чемодан там еще что-то она же развалится потому что я не думаю что прям курьер ее бросал прям бросали прям бросали единственное что мне не нравится потому что сефура ложит сюда продукты и все то есть они не заматывают ее нет никакой защиты то есть как будто ты пошел в магазин купил положили тебе в коробку и отправили естественно она там болтается это вина сефуры они должны как-то более тщательно упаковывать продукты ну то есть косметические продукты чтобы такого не происходило ну это уже они должны думать об этом смотрите какая пигментация этого цвета который развалился смотрите ну если честно сказать такой какой-то грязный цвет очень грязный да ну ладно на этом я буду прощаться с вами до скорой встречи дорогие мои всего вам доброго я вас всех целую пока до скорой встречи